Добрый день. Сегодняшний семинар будет посвящен функциональному кортированию мозга, и я покажу некоторые примеры наиболее стандартные, которые вы можете для этой цели реализовывать. Опять же, в MNE Python на тех же данных, на которых на прошлом семинаре я показывала, как можно считать, вызванные потенциалы. Да, значит, этот скрипт будет прислан в чат, то есть у вас будет возможность с ним разобраться и поиграть. Я импортирую данные, и сейчас коснемся трех элементов, которые нам необходимы для того, чтобы, собственно, приступить к кортированию. И подкортирование в данном случае я подразумеваю прежде всего решение обратной задачи, когда на основе сигналов сенсоров мы пытаемся восстановить активность кортикальных источников. Как наверняка объяснил Алексей Исачев в своей недавней лекции, уникального решения у обратной задачи не существует. Поэтому, скажем так, адекватность решения во многом зависит от допущения, которое мы туда вкладываем, но мы об этом еще поговорим. Итак, для того, чтобы нам решить обратную задачу, нам нужно построить прежде всего прямую модель. Прямая модель описывает то, как сигнал из пространства кортикальных источников переходит в пространство сенсоров. То есть по итогам построения прямой модели нам нужно получить матрицу размерностью количества сенсоров на количество источников, коэффициенты которой будут описывать вклад каждого источника в сигнал на сенсорах. Для того, чтобы построить прямую модель, нам понадобятся три элемента. Это непосредственно модель головы, пространство источников и данные коррегистрации. Сейчас мы пройдемся по каждому из этих элементов. Прежде всего, нам нужно построить пространство источников. То есть, условно говоря, задать координаты и ориентации диполей, в соответствии с которыми мы будем далее выстраивать нашу модель. И вот в MNE Python может предполагаться использование разной степени разрешения. То есть мы можем предположить, что у нас небольшое количество диполей или достаточно большое. И чем больше диполей вы изначально закладываете в ваше пространство источников, тем более точной будет ваша прямая модель и, соответственно, более точным решение обратной задачи. И вот в MNE Python для того, чтобы задать пространство источников, нужно использовать функцию SetupSourceSpace, в которую мы и задаем параметр вот этого разрешения. В данном случае первые три буквы обозначают форму, которой мы можем как бы заполнить наше пространство мозга. Мы можем использовать либо такую форму, которую я сейчас указываю, либо более, скажем так, предполагающую большую заполняемость. И вот заполняя пространство нашего мозга такими объемными фигурами, мы и задаем наш SourceSpace. А число рядом с аббревиатурой вот в этом параметре означает как раз-таки количество вот таких вот фигур. Да, и здесь вы можете как раз в этой таблице увидеть соответствие вот этим аббревиатурам в терминах разрешения уже в миллиметрах и в квадратных миллиметрах. В данном случае я использую разрешение, которое соответствует 2000-2500 источникам на полушарии. Ну, то есть это не максимальное разрешение, но тем не менее адекватное для того, что мы будем делать далее. И также вы можете увидеть в этой функции два других параметра. Я начну с конца. В конце указана директория, в которой находятся все данные, касающиеся МРТ-участника. И эта директория, она создается автоматически, если вы производите сегментацию данных с использованием тулбокса FreeSurfer. То есть, допустим, у вас имеются данные МРТ в стандартном формате D.com. Вы помещаете их во FreeSurfer, и где-то в течение нескольких часов он просто сегментирует данные, что позволяет их дальше использовать для создания анатомически верной модели головы и создания анатомически верного пространства источников и так далее. То есть, эту автоматически созданную с помощью FreeSurfer директорию вы достаточно часто будете указывать при использовании функций с решением обратной задачи. А sample здесь означает просто имя испытуемого, поскольку в MNE Python этот участник назван как sample, то так это и указывается. И как бы задавая имя испытуемого, вы позволяете дальше функции зайти в директорию с МРТ всех ваших участников, которых вы сегментировали во FreeSurfer, и дальше он уже выберет нужного испытуемого по имени. То есть, это чисто такая номинальная функциональность у этих параметров, но это нужно учитывать. Итак, мы создали пространство источников, и далее второй элемент, как я сказала, это непосредственно модель головы, то есть объем, в котором находится ваш мозг. И самая простая модель, конечно же, это сфера. И достаточно часто можно встретить случаи, когда используют именно сферическую модель для создания прямой модели, но есть другой вариант. Это так называемая BEM-модель, который предполагает, что с помощью так называемого boundary element метода создается несколько слоев головы, которые учитывают соотношение между скальпом, между черепом и между поверхностью мозга. То есть, эта модель, она трехслойная, вы можете увидеть ее изображение здесь справа, и она как раз-таки использует информацию из анатомии МРТ вашего участника. И здесь, в функции создания BEM-модели, вы можете, опять же, задать имя участника, разреженность и проводимость для каждого слоя вашей вот этой модели. Те значения, которые указаны сейчас, они используются по умолчанию и были изначально определены эмпирически. Вы можете отказаться от некоторых слоев, допустим, оставить только внешних, и тогда вы будете указывать проводимость только для одного слоя. Но традиционно принято все-таки использовать три слоя. И вы создаете эту модель, и теперь вы можете посмотреть, собственно, на то, как соотносится ваше пространство источников и ваша модель головы. Здесь, как раз вот на этом графике, который позволяет нам посмотреть на модель, вы можете увидеть розовые точки, располагающиеся в пространстве коры. И это как раз-таки наши источники, относительно которых мы должны будем оценить активность. А оранжевые, желтые и красные оболочки как раз-таки соответствуют оболочкам модели головы. Ну и МРТ – это МРТ участника. Если у вас нет нормального МРТ индивидуального для вашего участника эксперимента или вашего пациента, то вы можете использовать усредненную модель. Она доступна в MNE Python, не она доступна в других тулбоксах, например, в Brainstorm, если вы предпочитаете использовать его. И эта усредненная модель головы просто предполагает некое усреднение множества МРТ, которое сохраняет традиционный Pathways, так сказать, в МРТ. И, в принципе, если у вас хорошие данные, вы можете использовать ее и получать более-менее адекватные результаты. Но если мы говорим о клинической релевантности, конечно же, лучше обращаться к индивидуальной модели каждого пациента или каждого участника. Итак, еще раз, пока мы выполнили только два шага. Мы посчитали пространство источников и мы посчитали модель головы. Пространство источников у нас содержит в себе только часть доступных вертексов. То есть я сказала, что мы можем использовать разную степень разрешения. И здесь вы можете увидеть в параметрах этой сущности число используемых вертексов из числа всех доступных вертексов в каждом полушарии. И важно учитывать, что эта переменная двумерна. В том смысле, что информация данной о левом полушарии вашего пространства источников может быть отрисована по индексу 0. Собственно, как здесь я показываю. А все, что касается правого полушария, по индексу 1. Это не совсем очевидно в нотации МНЕ Пайтона. Но если вам нужно работать с двумя полушариями, то вам как раз-таки нужно шагать именно по этим индексам. Так вот, если мы заходим в пространство источников для одного из полушарий, то какую информацию мы можем здесь увидеть? Мы прежде всего можем увидеть информацию о координатах наших источников, которые представлены в трехмерном виде. Также здесь нам может понадобиться информация о тех вертексах, которые были использованы. То есть, если вам нужно как-то специфичным образом использовать данные из пространства источников, то нужно учитывать, что координаты нужно брать в соответствии с номерами вертексов, которые у вас заданы, а не подряд, потому что это может породить ошибку. Но это, так сказать, опять же, технические детали, но я на всякий случай это проговариваю, потому что, повторюсь, это не совсем очевидно. И также еще один параметр, который может быть важен, это ориентация ваших источников изначально, да, да, то есть это, сейчас, умножив, скажем так, показатели, будущие показатели прямой модели на эту фиксированную ориентацию источников, вы можете получить некоторые изменения коэффициентов, потому что по умолчанию прямая модель представляется триплетами диполей, ортогонально ориентированных для каждого источника. Но я еще это отдельно проговорю, чтобы было более понятно. В общем, то, какая полезная информация содержится в этой переменной, это прежде всего координаты источников, задающаяся вот так ориентация этих источников и номера вертексов. Да, и мы можем даже отрисовать координаты источников, и мы можем увидеть, что действительно это соответствует форме одного полушария. Третий компонент, который я упоминала и который важен для построения прямой модели, это данные коррегистрации, так называемый трансфайл. Что это предполагает? Это предполагает расположение головы относительно уже массива сенсоров в единой системе координат. И это очень важно для того, чтобы, собственно, нам вычислить нашу прямую модель. И сейчас я перейду немножко в другой скрипт, чтобы это в интерактивном режиме показать. M&E Python разрешает вручную создавать файл коррегистрации с помощью соответствующей функции, так и называющейся коррегистриейшн. Значит, я задаю мою директорию с данными MRT, как я сказала, которые сегментировались во фрисерфере, и дальше все это скармливаю с именем любого испытуемого, ну, того испытуемого, который вам нужен, в функцию коррегистрации. И открывается такой интерфейс, где вы можете увидеть... Сейчас я секундочку перетащу. Да, где вы можете увидеть форму головы вашего участника, собственно, оцененную с помощью MRT. На самом деле, это не самый удачный вариант визуализации, поскольку здесь форма головы очень сглаженная, а нам нужно расположить так называемые fiducial points, которые вот здесь вы можете увидеть, синее, зеленое и красное, так, чтобы зеленое находилось в точке nation, то есть над носом, между глазами, а, собственно, боковые, латеральные fiducial points соответствовали некоторым точкам на ушах. И если бы перед нами было нормальное MRT, это было бы легче сделать, и в этом смысле у бронешторма, например, лучше интерфейс. Но здесь, так сказать, сложновато приглядеться и оценить правильное расположение, но, тем не менее, эти точки можно менять. Вот. И, да, то есть, допустим, я могу попробовать поменять сейчас красную точку, правда, она почему-то не реагирует. Сейчас, секундочку. А, вот. Да, пардон, этот интерфейс иногда лагает, но, да, предполагается, что он сейчас должен был отреагировать на изменения, но если у вас даже не получается как-то изменять это через нажатие, то тут всегда есть возможность изменить абсолютные координаты, как я это делаю сейчас. Да. И когда вы уже расположили ваши fiducial points в правильном виде, вы должны импортировать данные, собственно, данные MAC или данные EG, которые у вас имеются. Вот. Да, вы их импортируете, и вы видите, что сейчас, скажем так, поверхность головы, обозначенная специальной процедурой калибровки, которая осуществляется до записи MAC, вот она, как бы, вот эти вот точки, они должны находиться на поверхности головы. Вы видите некоторое смещение. И вам нужно либо соотнести вот эти вот точки с fiducial points, которые вы до этого задавали, либо с самой поверхностью головы. Вот. Попробуем сейчас делать через fiducial points. В принципе, не могу сказать, что сейчас получился адекватный вариант, потому что, во-первых, вы видите, что ваши вот эти вот точки, они не лежат на поверхности головы. Хотя, в принципе, вы видите, что, например, зеленая круглая точка, она соотносится правильно с fiducial points, и так далее. И также вы видите, что вот несколько точек, которые должны покрывать нос, они идут явно выше носа. Поэтому, может быть, имеет смысл защитить это к поверхности головы, вот через вторую функцию. Опять же, не совсем адекватный вариант получился, поэтому вы можете это дело подвигать уже вручную. И, в принципе, вам может также помочь дополнительная функция отображения MAC-шлема. В принципе, он сейчас уже располагается примерно так, как должен, но, тем не менее, чем точнее вы осуществите вот это вот ручное настраивание к регистрации, тем будет лучше. То есть, ваша задача сделать так, чтобы вот эти вот точки, они более-менее лежали на поверхности головы, чтобы это все соотносилось с fiducial points, и чтобы MAC-шлем выглядел так, как он должен, так, как и предполагалось. И после того, как вы это все понастраиваете, вы можете сохранить файл к регистрации в соответствующем формате, который дальше уже импортируется в MNE. Так, возвращаясь к исходному скрипту, так, да, вот здесь это как раз, собственно, показан другой вариант, как это может выглядеть. Собственно, здесь вы как раз-таки импортируете вот этот файл, который вы до этого экспортировали после ручной настройки к регистрации. Так, значит, мы его импортируем, и теперь наша задача просто посчитать прямую модель. И сюда мы, собственно, заносим файл к регистрации, переменную с пространством источников и переменную с моделью головы. Да, дальше мы здесь можем указать MINDIST — это минимальная дистанция расположения источников относительно поверхности черепа в миллиметрах. И также мы можем указать каналы, которые можем использовать для построения прямой модели, потому что, напомню, у нас может быть три типа каналов. Здесь это гардиометры и магнитометры для МЭГа и ЭГ-каналы. В данном случае я буду рассматривать только МЭГ. И да, и первый аргумент — это непосредственно ваш файл с МЭГ-данными. Вот, мы это все дело считаем. Нужно немножко подождать, но, в принципе, это много времени не занимает. Так, да, все, он посчитался. И что мы, в принципе, получаем? Мы получаем такую сущность, где мы можем, собственно, прямую модель, где мы можем посмотреть на то, какие типы каналов использованы, на то, сколько вертексов в общем числе использовано, и на ориентацию наших диполей. И если мы возьмем, собственно, следующие атрибуты вот у этой сущности, solution и data, то это и будет Lead Field Matrix или Gain Matrix, или есть у нее еще другие названия, которые и соответствуют вот этой вот матрице коэффициентов, определяющей вклад каждого источника в сигнал на сенсоры. Вот, если мы посмотрим на форму этой матрицы, то это число сенсоров, у нас 306 сенсоров, 204 градилометра и 102 магнитометра, на количество источников, умноженных на 3. Как я говорила, по умолчанию, у нас каждый источник представлен тремя ортогонально ориентированными диполями. И это предполагает свободную ориентацию, free orientation. Но мы можем сделать потом фиксированную ориентацию, я покажу как. И это может порождать несколько иные оценки обратного моделирования, мы их сегодня сопоставим. Вот, ну и чтобы я подтвердила свои слова, если я поделю число колонок на 3, то я получу количество вертексов, которые вот изначально у меня содержатся в source space. Да, вот функция, собственно, конвертации прямого решения, сейчас прямой модели со свободной ориентацией диполи в прямую модель с фиксированными ориентациями диполи. Вот, и в этом случае, сейчас я подтвержу опять же свои слова, если мы посмотрим на форму полученной матрицы, мы увидим, что теперь количество колонок соответствует количеству диполи. Да, и в дальнейшем мы будем как раз-таки сопоставлять эти матрицы. Да, и сейчас… Сейчас, секундочку. Сейчас я могу показать, скажем так, я сейчас визуализирую коэффициенты из… коэффициенты вклада каждого источника в один канал. Допустим, я хочу посмотреть на произвольный канал, на то, как каждый источник вносит вклад в некоторый произвольный канал. Для этого я проделываю некоторые манипуляции с матрицей прямой модели, просто индексируя нужные вертексы и вызывая нужный индекс. И, собственно, если мы посмотрим на график, то мы можем увидеть, что высокие коэффициенты располагаются вот где-то в фронтальных областях. Если мы посмотрим на имя этого канала… Сейчас я отрисую сенсоры. Так, сейчас, секундочку. Немножко не проделывала это заранее. Сейчас, ну… Так, секунду. Так. Допустим, сейчас я не уверена, что это сработает, но… Так, ну да, здесь очень плохо видно, но вот, собственно, если мы приглядимся, то мы увидим, что действительно вот этот канал, индекс которого я задала здесь, он располагается во лбу. Вот он, МЭК 0.5.11. То есть мы видим, что, скажем так, источники, которые располагаются во лбу, вносят большой вклад вот в канал, который располагается тоже во лбу. То есть здесь просто визуализированы коэффициенты из прямой модели. Вот. Но важно отметить, что вы можете видеть, что достаточно большой разброс чисто по локациям, которые вносят большой вклад. И это как раз к разговору об объемной проводимости, который запутывает нам весь сигнал. И, по сути, то, что мы измеряем на сенсорах, является суперпозицией того, что происходит на источниках. Проделаем немножко обратную ситуацию, обратную операцию и посмотрим. Отобразим на сенсорах показатели прямой модели относительно одной из колонок, соответствующей одному из источников. Вот. Я взяла, опять же, произвольную локацию. Но так как сейчас многие локации, номера локаций располагаются по порядку, в том смысле, что ближнележащие по индексам колонки соответствуют ближнележащим источникам, в данном случае, мы видим, что вот у нас сейчас источник, скорее всего, располагается в затылочных областях. И вот он так ротирует, потому что я использую как раз-таки данные модели со свободной ориентацией. То есть обратите внимание, что, в принципе, здесь источник располагается, скорее всего, в одном месте. Но когда я шагаю по вот этим триплетам, мы видим, как он поворачивается в соответствии с ортогональными ориентациями. Вот. Для того, чтобы сформировать получше вашу интуицию относительно того, как расположение источника соотносится с тем, что вы видите на топографиях, то есть на распределении активации на скальпе, я могу порекомендовать вам специальный симулятор диполи, который как раз-таки написан тоже на MNE Python, но это такой хороший, неплохой, вернее, неплохой интерфейс. И я пришлю тоже ссылку на него в чат. Что здесь вы можете поделать? Вы можете задать любое расположение диполи, которое вам угодно, и также его ориентацию. Так, отлично. Сейчас оно немножко подвисает. Сейчас немножечко подождем тогда. Отлично. Только что работало. Сейчас. Так, сейчас, секунду. Ну, если оно не заработает, то тогда, в принципе, вы сможете поделать это сами, но это, конечно, замечательно, что буквально полчаса назад оно работало. Сейчас уже не работает. Сейчас попробуем. Ну, ладно, видимо. А, вот. Сейчас, может быть, он отморозится. Сейчас немножко подождем. Сейчас немножко подождем. Так, ладно. Значит, я потом проверю, отвисли этот симулятор. Но если не отвиснет, то... В принципе, это ровно то же самое, что я сейчас показывала через скрипт, только там был более интерактивный режим. Но ничего, может быть, мы еще к этому вернемся. Значит, так. Так, теперь... А вот он как будто бы пришел сюда сейчас. Так, ладно. Не буду его трогать. Теперь поговорим о разнообразных способах обратного моделирования. Чаще всего для обратного моделирования используют вызванную активность. То есть как раз-таки те вызванные потенциалы, которые я показывала на прошлом семинаре, за счет того, что вот у них амплитуда и соотношение сигнал-шум достаточно большие, они позволяют получать более или менее рабастные оценки активации кортикальных источников. Но есть немножко... Я думаю, что есть одно исключение. Это те случаи, когда мы пытаемся зафитить, вернее, оценить локализацию так называемых интерректальных спайков, которые могут возникать у пациентов с эпилепсией. И эти спайки, они характеризуются достаточно выраженной амплитудой, то есть вы их невооруженным глазом увидите на ЭГ или МЭК. И в этом случае их соотношение сигнал-шум может быть адекватным для того, чтобы оценивать их активацию в пространстве источников на основе одних эпох, а не совокупности эпох и их усреднения. Но сейчас все-таки буду делать это традиционным способом. То есть я создаю эпохи, так как я это показывала уже на прошлом семинаре, усредняю их и, собственно, получаю вызванные потенциалы. Здесь мы видим некоторые явные отклонения в районе 100 миллисекунд, в районе 200 миллисекунд. И, собственно, эти латентности мы можем использовать для того, чтобы оценить, какой именно точке в коре соответствует изменение мощности. И для этого мы можем использовать два класса подходов. Первый класс подходов — это локализация с использованием диполей, а второй класс подходов — это распределенные методы обратного моделирования. Начнем с самого первого — с локализации через диполе. То есть когда мы локализуем диполе, наша задача — найти расположение диполя в пространстве источников, которые мы ранее задавали, таким образом, чтобы это соответствовало измеряемому сигналу на сенсорах наиболее оптимальным способом. То есть так, чтобы была минимизирована ошибка между тем, что мы наблюдаем на реальных данных и синтезированной топографией, которую мы получаем уже при фитинге диполе. Да, сейчас я покажу, как это делается, и в конце раздела про диполе я укажу, какие могут возникать проблемы с этим. Прежде всего нам нужно определиться со временным окном, в котором мы будем пытаться защитить наш диполь. Поскольку у нас здесь явный пик на 100 миллисекундах, я возьму окно между... Я возьму минимальное время 90 миллисекунд, а максимальное — 110 миллисекунд, просто чтобы этот пик захватить. И я просто обрезаю мои вызванные потенциалы в этом диапазоне. То есть теперь, если я нарисую мой вызванный потенциал, то это будет просто вот это значение пика, и все. Несколько значений вокруг пика. Значит, это первый компонент, который нам нужен. Второй компонент — это ковариационная матрица, в которой мы должны задать то, как коррелируют друг с другом сенсоры по умолчанию. Традиционно для этого используют так называемую empty room-запись. То есть вы можете взять ваш MAC-аппарат без участника и просто записать, сделать обычную запись в пустой комнате. И на основе вот этой пустой, пустокомнатной записи вы можете посчитать ковариации между сенсорами. Вот. Второй способ это сделать — это посчитать ковариации на основе данных, которые соответствуют некоторому бейсвайну. То есть данных, где у вас нет вызванной активности, где у вас предположительно только шум. Но, скажем так, мой опыт попыток адекватно локализовать диполи и опыт перебирания разных ковариационных матриц показал, что лучше всего для большего числа ситуации брать отхок ковариационную матрицу, которая вычисляется автоматически в имне Пайтоне, на основе информации о каналах. И в этой отхок-матрице задается только диагональ, соответствующая мощностям сенсоров, а на офф-диагоналях стоят нули. То есть предполагается, что между каналами вообще нет корреляции. И эта матрица, она универсальным образом срабатывает неплохо для любых данных. И под словами «неплохо» я подразумеваю, что вы, скорее всего, получите хорошие кластеры диполи, если будете, допустим, фитить спайки для случаев с эпилепсией и так далее. Но, опять же, это можно просто играться разными параметрами, но в данном случае буду использовать отхок-матрицу. И дальше просто вызываем функцию фитинга диполи без дополнительных каких-то математических допущений и так далее, в которую мы задаем нашу вызванную активность ковариационную матрицу, модель головы и файл коррегистрации. Вот это все дело считается. Оно считается для каждой латентности. Сейчас мы посмотрим, что получится. Так, тут, видимо, никакого интересного аутпута не должно быть, поэтому просто подождем. Так. Да, и вы должны понимать, что чем больше латентности вы берете для фитинга, тем дольше эта процедура будет работать. Вот. И мы на выходе получаем следующую сущность. В первом, скажем так, в нулевом индексе располагается сама информация о диполях, во втором информация о вызванном потенциале. Вот, поэтому мы берем, мы адресуем диполь именно так. И здесь вы можете посмотреть на расположение этого диполя. Вот. И здесь, кстати, получилась нехорошая ситуация, потому что если ваш диполь падает куда-то в центр, это значит, что, скорее всего, это ничего физиологически не значит, потому что, скажем так, если бы мы взяли вот абсолютно сферичную модель, то наиболее удобным способом зафитить какой-либо диполь было бы просто поместить его в центр. Поэтому мы можем немножко изменить ситуацию. Сейчас я переграю это. Потому что сейчас я объясню, почему, может быть, та латентность, которую я выбрала, она была не самая удачная. И это как раз будет к разговору о том, почему моделирование диполя не всегда хорошо срабатывает. Так, значит, у меня есть события. Я делаю эпохи. Я делаю эволкт. Вы видите, что здесь именно вокруг 100 миллисекунд есть активация в левом лбу. Это как раз-таки вот эти зеленые отведения. Хотя нет, я неудачно показываю, потому что мы вообще не берем ЭГ. Но, тем не менее, значит, у вас есть активация, получается, если брать магнитометры. Сейчас я немножко по-другому это сделаю. Я отрисую топографию. Сейчас, секундочку. Извините за сбивчивость. Вот. Значит, и пускай индексом будет... Та латент, с которой взяла. Вот. Значит, вы видите здесь, что, на самом деле, здесь располагаются два диполя. Один справа и один слева в виске. И если... Ну, в общем, велика вероятность того, что просто фичение диполя в середину действительно оптимальным образом покрывает эту ситуацию. Но ничего, мы сейчас немножко изменим ситуацию. Мы поменяем нашу латентность. И, допустим, я хочу взять более раннюю латентность. Даже так. Ну, окей. Допустим, я хочу взять латентность, на которой я вижу, что вот, по крайней мере, один диполь у меня четко вырезает. И тогда я обрежу вот эти данные именно в соответствии с этой латентностью. Посмотрим, что получится. Так. То есть, еще раз, урок вот из этой ситуации заключается в том, что если у вас несколько активных источников, то вот такой простой dipole-фитинг, он не всегда удачно срабатывает. Потому что оптимальным образом выбирается середина головы. Так, сейчас немножко подождем. Так. А, так, мы не подождем, потому что сейчас, потому что я немножко ошиблась. Все, теперь просто задавала 750 миллисекунд, а не 75 миллисекунд. Да, вот. То есть, смотрите, что мы сделали. Мы выбрали немножко другую латентность. И, в принципе, вы видите вот на вызванных потенциалах градиометров и магнитометров, что пики немножко асинхронны относительно разных областей. И в какой-то момент один из вот этих двух dipole-фитинг был более активен, чем другой, что, собственно, здесь видно. Хотя все равно здесь видно, что два dipole, но тем не менее. И вот когда мы выбрали более правильную латентность, соответствующую пику активации одного из dipole, мы видим, что он действительно зафитился куда надо. То есть в правую височную кору. Да, здесь очередная проблема с нотациями и традициями. Здесь справа находится слева. Вот. Так. И что мы здесь можем увидеть? Мы можем увидеть, что да, у нас dipole располагается в левом виске, и мы также можем увидеть его ориентацию. Как еще мы можем посмотреть на наш dipole? Мы можем его разместить непосредственно на MRT, используя функцию перевода координат нашего dipole в координаты MRT. Потому что координаты головы, модели головы, они не соответствуют координатам MRT. Прежде чем отрисовывать dipole вот именно на MRT так впрямую, вам нужно перевести эти координаты обязательно, а то он у вас улетит куда-то далеко или наоборот вглубь. Да, и здесь мы просто задаем позицию dipole. Сейчас. То есть это координаты. И в данном случае нужно отметить, что наш dipole немножко двигается, потому что мы фитили его к нескольким временным латентностям. И да, и здесь выбирается одна из них. И также вы можете отобразить ваш dipole в стандартизованной системе координат, которая называется MNE. Для этого вы используете трансформацию координат dipole в систему MNE, как показано здесь. И вот эта система координат просто была определена с использованием большого количества MRT нормальных людей. И это предполагает, что мы просто можем замепить расположение dipole, независимо от индивидуальных различий между нашими участниками. И это очень полезно для того, чтобы репортить ваши результаты dipole-фитинга в статьях, потому что потом, естественно, нужно делать метаанализ. И когда мы можем опираться на стандартизованные координаты dipole или координаты MRT в целом, это позволяет оценить размер эффекта. То есть если вы просто говорите, репортите, скажем так, координаты dipole в индивидуальной системе MRT, то это будет абсолютно неинформативно с точки зрения тех, кто будет читать вашу публикацию. Поэтому это тоже важно учитывать. Да, какой еще параметр важен? Важен параметр goodness of fit. Goodness of fit – это просто ошибка между теми данными, которые вы наблюдаете вот здесь в реальности, и теми данными, которые вы можете получить, смоделировав уже активность вашего dipole в соответствии с его найденным расположением. И в идеале, на самом деле, вот эти показатели goodness of fit – они нехорошие. В идеале должно быть где-то 90 или выше. Но небольшая оговорка. Недавно тоже выяснилось, что каждый тулбокс использует немножко отличное определение goodness of fit. То есть, скажем так, если вы посмотрите на goodness of fit, посчитанный в brainstormе, там показатели будут совершенно другие. Скорее всего, они будут выше, чем здесь, для той же локации dipole. Да, и это просто может зависеть от того, что мы можем считать goodness of fit для каждого dipole изолированным, для всех найденных dipole изолированным, либо для всех найденных dipole вместе. и, да, и это может смещать оценку. Но, тем не менее, в принципе, ну, если оценивать адекватность фитинга, мы видим, что локация dipole соответствует тому, что мы наблюдаем на сенсорах. Поэтому как-то в данном случае, может быть, не стоило бы переживать, что тут goodness of fit где-то на 71. Вот. Вот. И что мы еще можем посмотреть? Мы можем выбрать по goodness of fit dipole с наилучшим показателем. Вот его координаты. Найти латентность, в которой goodness of fit пикует, и отрисовать это. То есть здесь мы можем использовать ту же самую функцию, которую мы до этого использовали для поиска dipole. Мы ее можем использовать теперь для того, чтобы смоделировать, условно говоря, его активность. И в отличие от того случая, когда мы искали нужный нам dipole, вот здесь, здесь уже в этом случае мы задаем дополнительный параметр. Это непосредственно координаты вашего dipole лучшего и ориентация вашего dipole. И тогда в этом случае вы сможете отрисовать его активность, его goodness of fit во всем окне. И вот эта вот картинка, которую мы получили, активации одного dipole, она в принципе соответствует тому, что мы наблюдали на вызванных потенциалах. Здесь у нас такие медленные волны, и мы видим, что наш вот dipole, он пикует вот, во-первых, на 100 миллисекундах, и дальше волной уходит вот тоже в соответствии с вызванным потенциалом на 200 миллисекундах. Да, и то есть то, насколько вот ваша картинка повторяет ваш вызванный потенциал вот именно по морфологическим свойствам, тоже может служить индикатором того, адекватно ли вы зафитили dipole. Потому что если бы вы зафитили dipole плохо, то тут была бы просто рандомная спонтанная активация, вот, в чем мало приятного. Да, и здесь мы видим, что goodness of fit тоже меняет свои показатели, и пики goodness of fit, конечно же, попадают на пики вызванного потенциала и на пики активации вашего dipole. Да, значит, как я сказала, проблема dipole-фитинга – это то, что мы предполагаем ограниченное число активных источников. Мы должны заранее как бы их оценивать, это число источников. И если у нас огромное количество активных источников, которые, скажем так, дышат по-разному, то dipole-фитинг, он не совсем удачен как способ локализации. Есть некоторые модификации dipole-фитинга, которые, скажем так, могут нейтрализовать некоторые проблемные стороны этого метода. В частности, это так называемый rap music, recursively applied... В общем, сейчас что-то плохо с аббревиатурами у меня нынче. Значит, был некоторый метод music. Он считается традиционным, и он основан на следующей процедуре. Сейчас немножечко покажу генеративные уравнения. То есть как мы можем посмотреть на наши данные. Допустим, наши данные на сенсорах мы обозначим как X. И они могут быть представлены как произведение наших топографий с прямой модели, то есть, собственно, коэффициентов прямой модели, соответствующих каждому источнику, на активацию этого источника. Ну, этот формализм должны были объяснять на лекции по функциональному кортированию. Ну, и здесь еще можно добавить дополнительное слагаемое из шума, но для простоты не буду этого делать. Так вот, мы имеем данные на сенсорах X, и мы можем сделать сингулярное разложение ковариационной матрицы этих данных и оценить корреляцию подпространств, собственно, нашего сигнала, взяв некий первый R левых сингулярных векторов и, собственно, нашей прямой модели. И вот именно корреляцию подпространств и используют для того, чтобы находить оптимальное расположение диполей вот в методе MUSEK. Да, то есть нам нужно обеспечить максимизацию этой корреляции подпространства. Так вот, мы можем добавить некую рекурсию к этому методу, который позволяет отстраиваться от, скажем так, уже какого-то первого найденного диполя и искать диполи дальше до тех пор, пока мы не принизим некоторый порог, некоторый заданный порог корреляции подпространств, либо если мы изначально задали какое-то число диполей, и оно уже израсходовано. То есть тут суть заключается в том, что можно использовать разные критерии оптимизации диполфитинга. Так вот, посмотрим на то, как сработает наш рэп-мьюзик вот этот вот на тех же самых данных. И здесь я задаю как раз-таки изначально два диполя в соответствии вот с теми сложными топографиями, которые мы видели выше. Так, сейчас посмотрим... Ну, то есть он... Так, сейчас, секундочку. Попробую в интерактивном режиме. Увидим. Пардон. В общем, сейчас. Сейчас я изменю размер изображения, потому что тут он слишком плохо это отображает. Так, мы видим, что один из наших диполей зафитился туда же, куда зафитился вот тот диполь, которым мы простым диполфитингом делали. Да, но сейчас попробуем посмотреть на фото. Просто у меня что-то сейчас сбился немножко интерактивный режим. Ну, ничего страшного. Да, то есть у нас тут два диполя. Да, и вот если я... Сейчас, для чистоты эксперимента. Значит, я сейчас покажу первый из диполей. Вот он здесь зафитчен. А сейчас я покажу второй диполь. И он зафитчен тоже в висок, но с противоположной стороны. Что, опять же, соответствует тому, что мы наблюдаем на топографиях. То есть у нас и справа в виске, и слева в виске есть диполи. Вот рэп-мюзик удачный их нашел. Тут, как я сказала, есть проблема с тем, что мы должны изначально задавать диполи, их количество. Попробуем зафитить пять диполей, что не соответствует реальности, потому что здесь четко видно, что их два. Но посмотрим, куда он их раскидает. И, скорее всего, раскидает он их не самым хорошим образом. Сейчас покажу нулевой диполь. Так, покажу первый диполь. Так. На самом деле здесь хорошая ситуация получилась, потому что он повторяет просто схожую локацию. То есть он немножко двигает эти диполи. Но главное, что они располагаются так или иначе. А вот здесь вот он вот. Это как раз тот хороший пример. Вернее, плохой пример. Но это та опасность, с которой вы можете столкнуться, когда вы фитите диполи и задаете неадекватное количество диполи. То есть что здесь произошло? Условно говоря, когда вот у нас идет вот эта вот рекурсивная операция дипол-фитинга, мы отстраиваемся от уже найденных диполей, и на выходе мы получаем, так сказать, сигнал, который в конце концов может быть избавлен вот от этой вот активности, связанной с диполями. И там может появиться некоторая каша. И вот чтобы эту неопределенную активацию зафитить, может понадобиться вот какой-то вот такой диполь со странной локализацией, которая совершенно не соответствует тому, что здесь видно. Хотя, в принципе, ну можно было бы предположить, что вот здесь вот на пересечении вот этих активаций есть какой-то дополнительный скрытый диполь, но это маловероятно. Вот, то есть, да, чрезмерное количество диполей, которые вы скармливаете рэп-мюзику, может породить вот такие физиологически нерелевантные результаты. Но, в принципе, мы можем посмотреть на goodness of fit вот этого последнего диполя. Посмотрим. Ну да, и здесь мы видим, что он достигает goodness of fit только в 45%. Хотя сейчас я уверена, что может быть в нуле. Да, ну получается, что я сама себя опровергла, потому что тот диполь, который соответствовал нормальной локализации, он тоже обладает плохим goodness of fit, хотя все получилось адекватно. Но, как я сказала, в MNE Python не совсем правильно, ну не то, что правильно, но вычисление goodness of fit предполагает, что берется один диполь изолированно, и на основе него считается ошибка. Так вот, если бы мы взяли диполь, который сейчас находится справа, сейчас покажу вам, да, вот его, и посчитали бы разницу между синтезированной топографией вот этого диполя и реальными данными, то, естественно, мы получили бы большую разницу, потому что осталось бы, так сказать, unaccounted, вот эта вот активация с другой стороны. Поэтому это может объяснять низкие показатели goodness of fit. Поэтому goodness of fit лучше просто прописать руками и посчитать различия между синтезированной топографией на основе всех найденных диполей. Вот, да. Да, что еще можно посмотреть? Можно посмотреть на разные амплитуды найденных диполей. Ну, тут это особо не информативно. Да, то есть, как я сказала, мы видим, что при дипол-фитинге есть множество подводных камней, связанных с нашим допущением о том, что активность генерируется дискретным ограниченным набором источников. Есть альтернативы, есть так называемые распределенные методы обратного моделирования, в которых мы можем использовать несколько стратегий. Первая стратегия — это бимформеры. Ну, или, переводя на русский, это так называемые формирователи луча. Бимформеры не пытаются объяснить целиком измеряемый сигнал. Они оценивают вклад одного источника в измеряемые сигналы на сенсорах, допуская, что активен только этот источник. То есть, и бимформеры, они чувствительны к дисперсии, ну, то есть, к мощности источника, ну, то есть, к вариабельности его активации, а не совсем к, не столько к силе. То есть, что делает бимформер? Бимформер формирует пространственные фильтры в результате сканирования по сетке источников и независимо оценивая активацию этих источников. То есть, мы идем по источнику номер один, и мы оцениваем активацию, предполагая, что активен, допустим, только он, и так далее. Да, и просто вот мы на выходе получаем набор весов для каждой локации источника, которые оценивают вклад каждого сенсора вот в этот источник. И в чем преимущество бимформеров? Во-первых, мы можем получить благодаря ним достаточно фокальное распределение активации, но это происходит за счет допущения о том, что наши источники никак не скоррелированы. И поэтому, скажем так, если вы хотите посчитать связи между вашими источниками, то бимформеры не самый оптимальный для этого инструмент. Но это уже лирическое отступление. Давайте попробуем посчитать. Значит, здесь я снова считаю эпохи. Сейчас посмотрим. Да. Это те же самые эпохи с теми же самыми знакомыми нам диполями в висках. И вот здесь нам нужно два типа матрицков вариации. Одни на данных. То есть в моменте, где у нас есть выраженная активация. И другая ковыряться — это, собственно, шум. Какие здесь могут быть важные стратегии? Значит, прежде всего следует учитывать, что ковыряться на данных вот эта вот матрица, она далее будет инвертирована во время вычисления пространственных фильтров. И поэтому важно отрисовать для этой матрицы ее собственные значения, чтобы понять вообще, возможно ли будет эту матрицу обратить. И если мы видим, что там по собственным векторам, что эта матрица необратима, мы можем сделать регуляризацию этой матрицы, подняв ей диагональ. В МНИА-Пайтоне есть специальная для этого функция. Так и называется. Во-вторых, поскольку мы сочетаем разные типы каналов, магнитометры, градиометры, мы должны учитывать, что у этих типов каналов разные амплитуды, разные масштабы амплитуд. И именно поэтому мы должны считать вот эту вот ковыряться шума, чтобы скормить ее в наш бимформер. Да, и это используется уже для дальнейшего отбеливания и как бы нормализации наших данных. И да, и возвращаясь к матрице ковыряться именно на данных, принятой юристикой считается, что нужно брать временное окно, которое, да, я сказала, включает сигнал, который нас интересует, но при этом должно быть достаточное количество временных отчетов для этого. И принято брать количество временных отчетов, которое превышает количество каналов в датасете. Но я еще пришлю статьи, которые позволяют нормально понять, как оценивать ковырационные матрицы. Но, опять же, тут сложно посчитать ее неправильно. Главное, чтобы она была регуляризована. Да, так, двигаемся дальше. Вот мы посмотрели на графики наших ковырационных матриц. Да, и теперь мы делаем все то же самое. Но что мы делали на предыдущем этапе, то считаем пространство источников модель головы. Но для разнообразия нашего репертуара я предлагаю посчитать пространство источников не в коре, как я это делала в прошлый раз, а в объеме. Есть специальная функция Volume Source Space. И сейчас вы увидите, чем это будет отличаться от того, что было ранее. Сейчас, секундочку. Это быстрее будет считаться, чем... Это считается по умолчанию быстрее, чем размещение источников. В коре. Сейчас немножечко подождем. Так, еще немножко. Так, да, мы посчитали нашу новую модель головы. И мы видим, что теперь у нас источники, вот эти вот розовые точки, они располагаются не в коре, а во всем объеме головы. Почему? Вообще, эта тактика неплохая. Если вы видите странные топографии, и у вас есть, допустим, предположение, что какой-то сигнал мог порождаться вне головы, каким-то артефактом, вернее, не в голове, но вне мозга. Например, если у человека есть, допустим, имплант или еще что-то. И вот использование именно такого пространства источников, оно позволяет вам зафитить диполи не только в мозге и, собственно, понять природу вашего сигнала. Ну, и можно, в принципе, использовать взаимодополняемое. И пространство вот такое, volume, source space, объемы, и пространство обычное в коре. Вот, считаем прямую модель. Да, и пока она считается, я объясню некоторые параметры вычисления вот этого бимформера. Значит, я посчитаю бимформер для, скажем так, опять же, фиксированных ориентаций и для свободных ориентаций. И это здесь задается параметром peak ori, peak orientation. В первом случае я беру ориентацию диполя, которая соответствует его максимальной мощности. Это можно разные юристики использовать, в принципе, в частности, сингулярное разложение для нахождения такого диполя. Вот, а во втором случае я просто использую набор из трех диполей ортогонально ориентированных. Что еще здесь важно? Важно, что мы прямо вот в этой функции можем сделать регуляризацию нашей матрицы-ковариации. То есть здесь по собственным значениям мы видим, что ранг матрицы, мы видим, что он не дотягивает до 100, как нам нужно. И поэтому нам нужно сделать регуляризацию наших матриц. Для этого мы прямо вот в вычисление пространственного фильтра задаем параметр регуляризации. Так, и еще, что нам важно. Да, здесь нам важно взвешивание. Дело в том, что прямая модель, она по определению чувствительна, у нее есть паес по отношению к тем источникам, которые лежат на поверхности головы. То есть в каком-то сложном сигнале у вас обратное моделирование с большей вероятностью выдаст результат, в котором диполь лежит где-то сверху, а не в глубине. Это объясняется разной чувствительностью сенсоров к разным расположениям источников, и в частности тем, что наблюдается спад магнитного поля, регистрируемого в зависимости от расстояния до сенсора. И этот спад очень сильный. Так вот, при вычислении вот этих пространственных фильтров мы можем нормализовать веса пространственного фильтра, используя вот этот параметр unit noise gain. То есть мы как раз-таки убираем вот этот вот байос глубины через нормализацию. И это во многом решает указанную проблему. Вот, значит, мы считаем наши два типа бимформеров. И пока мы посчитали только пространственные веса, и теперь мы можем применить уже бимформер к нашей вызванной активности через функцию apply. И теперь мы можем отрисовать полученные результаты. Сейчас. Да, то есть что мы здесь видим? Мы видим визуализацию распределенной активности. То есть у нее есть некоторый треш-холд. То есть мы могли бы сейчас всю голову заполнить показателями активации, но для удобства мы, естественно, отсекаем по некоторому порогу, который можно задавать в параметрах отрисовки. И мы видим некоторую активность в правом виске. Латентность которой соответствует тому, что мы уже сто раз видели на вызванном потенциале. И здесь вот эта точка, вот эта вот выделенная, она обозначает именно максимальную активацию. Мы можем выбрать другой способ отображения. Я просто сейчас показываю разные способы визуализации. То есть это то же самое, только здесь у нас система координат... Сейчас. Здесь у нас мозг не мартешный, а просто так называемый glass brain. Да, мы видим активацию справа. Это мы отрисовали результаты решения на основе данных с фиксированной ориентацией. Посмотрим, здесь уже отрисовано, посмотрим, что у нас видно, когда ориентация свободная. То есть у нас три ортогонально ориентированных типоле. И мы видим, что мы получаем более диффузные распределения активации. И если мы отрисуем последовательно активность каждого компонента, вот этого источника, то есть каждого из трех ортогонально ориентированных типолей, то мы увидим, что в чем-то они асинхронны. То есть вот есть некоторая асинхронность по пикам, х компонента, она вообще слегка молчит. И это может объяснять, в частности, почему мы получаем такие не очень хорошие показатели при использовании нефиксированных ориентаций. Но, в частности, это может быть связано с тем, что сейчас сам пик для отображения был выбран неудачно. Изначально он был выбран как 87 миллисекунд. Здесь мы видим, что это, скорее всего, на 70 миллисекундах располагается. Так что он не хочет. Почему? Очень интересно. Сейчас, секунду. Сейчас я пересчитаю. Да, вот. Да, но даже когда я захожу на пик, я вижу, что нет, эта активация слишком диффузная. Нефокальная и не особо информативная. Да, сейчас... Так, у нас осталось... Ага. Ну, в принципе, еще есть время. Мы можем поиграть немножко с ковариационной матрицей, посмотреть, как она влияет на те результаты, которые мы получаем, чтобы я подтвердила свои слова о том, что ковариационная матрица, в принципе, важна. Вернее, ее правильная оценка. Допустим, вот здесь я просто иду по своей ковариационной матрице на данных и предполагаю, что у меня все источники, они... Вот их, как бы, их коэффициент корреляции, именно он соответствует 90%. То есть я допускаю, что у меня все источники высоко скоррелированы. Вот. Я пересчитываю мою матрицу ковариации и делаю все то же самое, что делала выше. И сейчас посмотрим, что получится. Так, ну, получилась хорошая, в принципе, локализация источников, соответствующая тому, что мы увидели раньше. Теперь я предположу, что у меня нулевая корреляция. Именно в момент, когда у меня вызванная активность высокая. Считаем все заново. Ну и как бы видим, что у нас не совсем адекватная оценка получается. И большой такой разброс активации. Так. Так, сейчас. Секундочку, я вспомню, что я под этим имела в виду. Да, здесь, значит, до этого я задавала нулевую корреляцию для моих данных, а теперь я задаю их для именно шума. В принципе, там изначально не должны быть высокие параметры корреляции, но тем не менее. Вот. Я считаю все заново и получаю адекватное распределение. Распределение активации. То есть, какой из этого вывод? Вывод, что нужно быть осторожным с оценкой ковыриации на данных. То есть, нужно выбрать именно тот участок, где у вас выраженная активация, что породит достаточные показатели ковыриации между сенсорами. Да. Так. Теперь последняя часть. Это оценка активации источников с помощью так называемых minimum norm estimates, с помощью минимизации норм. Значит, концепт здесь такой. Так. Это подход, который основан… Это Байесовский подход. И он базируется на следующих допущениях. Во-первых, что амплитуды картикальных токов, они имеют гауссово-приорное распределение с заданной ковыриационной матрицей. И при этом измеряемые данные содержат аддитивный шум с распределением гаусса, тоже с заданной ковыриационной матрицей. То есть опять нам нужно… Ну, мы считаем по традиции ковыриационной матрицей на данных и для шума. И этот шум не коррелирует со временем. Так вот, задача наша – получить показатели активации источников таким образом, чтобы их норма была минимизирована. И, в принципе, мы можем использовать разные типы нормы. По умолчанию используется L2-норма, которая предполагает пространственную гладкость и гладкость во времени. Вернее, она предполагает гладкость во времени. Можно использовать L1-норму. И в этом случае вы будете получать пространственно разреженные источники, но вы не сможете адекватно оценивать их темпоральную активацию. И также вы можете использовать смешанную норму, которая – это L1-L2-норм, которая обеспечивает и темпоральную гладкость, и пространственную разреженность, что, по сути, идеально. В принципе, в MNE Python есть воплощение этих норм, но по традиции используется L2-норма. И вот сейчас мы будем на нее опираться. Обратный оператор рассчитается вот таким образом. Сюда мы задаем информацию о сенсорах, нашу прямую модель, данные к вариации. И здесь параметр LOOSE взвешивает дисперсию компонентов диполя. И если этот параметр равен нулю, то это соответствует ситуации, когда у нас ориентации фиксированы. А если этот параметр равен одному, то у нас ориентации свободны. Но можно задать этот параметр как ауту, тогда MNE Python автоматически выберет нужный показатель. Так вот, мы считаем… А, да, и здесь я забыла еще один показатель. Depth глубина – это просто поправка на чувствительность к глубинным источникам. Как я говорила, у нас есть некоторый bias из-за чувствительности к поверхностным источникам. Вот если вы по умолчанию такой параметр возьмете, то ваше обратное решение будет захватывать нормальные глубинные источники. Какой параметр… Да, значит, мы сейчас посчитали просто обратный оператор. Это еще не MNE, не минимум норм estimates. Какой параметр вообще во всей этой философии минимизации нормы важен? Важен параметр регуляризации, так называемой лямбда, который определяется как соотношение одного к квадрату signal-to-noise ratio. По умолчанию берется один, получается, к девяти. И мы сейчас с вами поиграем с изменением этого параметра. Вот. И увеличивая вот эту вот лямбду, мы, по сути, можем менять фокальность наших распределений. И сейчас мы посмотрим, собственно, как это все будет у нас меняться. Так. Значит, я применяю функцию Applying Verse к моим данным. Так. И получаю, собственно, мое решение. Вы видите пики для… Вы видите пики, значит, для двух… Скажем так, тут нашлись два пика, которые вот здесь вот выделены. Вы видите активацию именно в этих локациях. Но в целом, если смотреть на паттерн распределения, мы видим явную активацию в правой височной коре. Вот. И чуть поменьше в левую. И вы можете вот так вот ездить по вашей эпохе и смотреть на то, как проявляется активация. Поменяем теперь… Да, теперь мы посмотрим на решение обратной задачи с помощью Minimum Norm Estimate. Но теперь уже со свободными ориентациями делаю то же самое. И вот вы видите, что свободные ориентации, они порождают менее разреженные показатели. Но уже здесь можно судить о том, что, в принципе, ну вот есть некоторая закономерность изменения нашего поля по коре. Да, и в данном случае использование в свободных ориентациях ориентация казалась более преимущественной. Так, теперь мы можем поиграть с параметром регуляризации вот с этой лямбды. Да, по сути, она определяет вообще, насколько вот будет велик вклад вот этого компонента, который обеспечивает нам, собственно, минимизацию нормы. Вот, если лямбда большая, то это будет большой вклад. Если она нулевая, то, по сути, у вас останется только компонент, сопоставляющий измеряемые данные и моделируемые данные. Так, значит, сейчас я предположу, что мой СНР равен половине, то есть я получил высокий показатель лямбды. Посмотрим, что у нас получится на выходе. На выходе у нас получился адекватный результат, который в чем-то повторяет то, что мы видели раньше. Оно уже ушло. Вот, и здесь вот прямо хороший активационный профайл увиден. Вот. Так. Теперь будет обратная ситуация. Мы скажем, что signal-to-noise ratio равен 10, то есть как будто бы у нас сигнал очень мощный. И у нас будет маленький показатель регуляризации, то есть вклад вот от этой минимизации нормы, он будет небольшим. Сейчас посмотрим. Вот. Вы видите, что вот здесь абсолютно отсутствует этот всплеск активности, который мы наблюдали ранее. мы все еще видим вот эти вот пики активации, но вот по такой картине сложно судить, что у нас есть какое-то закономерное изменение. Разве что вот здесь вот в temporal pole мы видим явную такую выраженную активность, но как бы этот показатель, опять же, неоднозначный. И вот я играю с этими параметрами для того, чтобы просто показать вам, насколько обратное решение чувствительное вот к таким вещам, решение обратной задачи. Как бы, в принципе, если вы будете использовать значение по умолчанию, скорее всего, проблем не возникнет, потому что это красивые вызванные потенциалы. Но если вы имеете дело с зашумленными данными, то вот эти вот параметры, они очень и очень важны. Как бы я специально взяла такие экстремальные случаи, чтобы вы как бы сформировали вашу интуицию относительно того, как себя эти вещи ведут. И как бы, когда я пришлю свой скрипт, имеет смысл действительно вот еще поиграть с этими параметрами в индивидуальном режиме уже и понять, как и что от чего зависит. Ну, естественно, для этого важен математический аппарат, но тем не менее, эмпирически это тоже важно. Итак, последний аспект – это использование нормализации вот этого решения с помощью так называемых Dynamic Statistical Parametric Maps. И сейчас вот у нас была вот эта вот ситуация со странными оценками, которые мы получили из-за неадекватного параметра регуляризации. Сейчас я снова покажу это дело. Да, вот оно. И сейчас я посчитаю то же самое, только я сделаю нормализацию с помощью Dynamic Statistical Parametric Maps. и посмотрим, что мы получим. По крайней мере, вот здесь вот, вот в этой инсульной части нашей коры мы видим, что активация восстановилась. То есть вот этот пример был как раз для того, чтобы показать, что процедуры нормализации, они могут компенсировать неадекватный выбор параметра регуляризации в целом. И ваша вот эта активность, которую мы здесь видим, она сохранится. Вот. Да. Таким образом, я показала основной пайплайн, касающейся кортирования мозга. Сейчас я... А, сейчас, в принципе, если вот эта история с симулятором диполя отморозилась, то сейчас я попробую ее запустить, как я хотела. Что ж такое-то? Ну ладно, сейчас, может быть, это обидно. Потому что он хорошо работал уже несколько лет, и почему-то именно сегодня он отказался работать. Ну ладно. Я все равно пришлю на него ссылку. И там, как бы, почему я хотела, чтобы вы попробовали этот симулятор диполя, потому что не только важна локация диполя, но и его ориентация. Меняя локацию диполя и его ориентацию, вы бы лучше понимали, какие топографии вам следует ожидать. Вот, например, важно учитывать, что МЭК нечувствительна к радиальной компоненте, которая расположена к ортогональной голове. И вот если бы вы расположили источник ортогонально к поверхности головы где-нибудь в глубине, вы бы увидели очень своеобразные топографии и могли бы сравнить их с топографиями на ЭГЭ. Но окей, не захотел работать, не надо. Вот, на этом я думаю, что я завершу семинар. То есть основные, так сказать, важный поинт, до которой следует запомнить, это то, что у нас есть два типа обратного моделирования. Первый основан на фитинге диполей дискретных. И здесь у нас проблемы с ситуацией, что не всегда активность мозга может объясняться наличием только двух, трех, пяти диполей. И вторая история, это про распределенные методы оценки, которые, как вы видите, чувствительны к разным параметрам регуляризации и так далее, и так далее. Вот. Ну, надеюсь, что своим семинаром я показала вот эти разные сценарии. есть ли какие-нибудь вопросы? Так, сейчас попробую открыть чат. Ну, показывается. Так, ну, у нас сегодня еще сложности с тем, что мы в Zoom ушли. Да. Ну, давай подождем минутку, если... Хорошо, давай. Ну, да, там как бы Роман справедливо пишет, что тут надо или пробовать, или не пробовать. Ну, да, да, это правда. На самом деле, я вот эти вещи я обычно рассказываю несколько недель в рамках нашего курса, который специально про нейроимиджем сделан, и так вот за полтора часа сложно это все. Ну, опять же, у нас была лекция Моасачева, только что, в принципе, там тоже было какие-то... Да, да, да. Ну, то есть на пальцах более-менее понятно, а дальше надо играться. Конечно, надо пробовать, да, и это зависит от данных и исходных параметров. Вот. Ну, все, если тогда вопросов нет, давайте все на сегодня. Спасибо большое. Спасибо. Все, я все пришлю, на связи. Спасибо. 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 Спасибо.